Смотрите первыми в программе «Утро первых». Можно ли мочить манту и как обезопасить себя от туберкулёза? Выясним у дежурного доктора. Главная задача на весну. Вот только повторить её больше никто не может. Город ждёт. Собирайтесь, за вами заедет Елена Копейкина. Главнее всего. Всемирный метеорологический день отметим в компании Татьяны Инкиной. Утро четверга. Встречаем в компании Дмитрия Петрухина. Друзья, напоминаю всем, кто проснулся вместе с нами. Сегодня 23-е на календаре. Сегодня четверг. Вас приветствует программа «Утро первых». У меня для вас первая хорошая новость. Сейчас прекрасное солнечное утро. Я не знаю, как будет дальше, но сейчас ярко светит солнце. И ещё одно интересное утверждение от исследователей, статистов. 80% хлеба в современном мире продаются уже нарезанным. Поэтому берёте ломтик, намазываете его маслом, кладёте туда сверху ломтик сыра, и получается просто великолепный завтрак. Вот как раз для того, чтобы встретить новости «Утро первых». Уже сегодня по всей стране стартуют массовые рейды ГИБДД по выявлению автомобилей с неисправной светотехникой. Если инспектор заметит неисправность, он имеет право эвакуировать машину на штрафстоянку до устранения проблем. Кроме того, автомобилистам напоминают, что менять зимнюю резину пока что рано. Отправляться на шиномонтаж рекомендуют, когда среднесуточная температура воздуха будет не ниже плюс 7. Калужанам предлагают принять участие в опросе, где провести ярмарку «Калужская осень-2023». Вариантов всего два – «Аненки» и «Гостиный двор». Проголосовать можно на сайте Госуслуг до 5 апреля. Ссылку вы видите на экране. Это наконец-то случилось. Врачи официально разрешили мочить мантум. Как сообщил главный внештатный специалист в Тезиатор Елена Богородская, это не имеет никакого значения. Нельзя только тереть щеткой или мочалкой, так как можно инфицировать рану. Все подробности уже через пару минут у нашего дежурного доктора. А пока что родители выдыхайте. Составлен рейтинг самых популярных детских книг. На первой строчке «Алиса в стране чудес». Второе – уверенное место у маленького принца. А третье занимает «Частичка мира». Замыкают десятку лидеров «Чарли и шоколадная фабрика», а также русские народные сказки. Рейтинг составлен в честь недели детской книги, которая проходит в России до 27 марта. Артемий Драгунский экранизирует Денискины рассказы. Режиссер является внуком известного писателя. Сейчас уже начался производственный процесс. Съемки стартуют в августе этого года. Сначала будут сняты 25 дошкольных рассказов о Дениске. А через год еще 35, посвященные приключениям главного героя в школе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Этот заброшенный временем дом обрел вторую жизнь. Но путь к мечте был не так уж прост. За этой калиткой нас ждет еще более далекое прошлое. В конце 19-го, начале 20-го века очень активно использовались прародители современных 3D-технологий. Из литературы это шагала в живопись, при живописи обратно в литературу. И как в самой мире в простое, из любых человечих начал, этот дом с прямотой сухостоя над бушующей бездной стоял. Сегодня 23-е на календаре, а 24-го, друзья мои, марта, Всемирный день борьбы с туберкулезом. Мы, собственно, предвосхищая эту тему, мы сегодня встретились с нашим дружественным доктором, главным врачом Калужского областного центра медицинской профилактики Андрей Шишов у нас в гостях. Андрей, доброе утро. Значит, есть такая информация, что 2023 год это особенный год для борьбы с туберкулезом, потому что состоится совещание на самом высшем уровне, уровне ООН по проблемам туберкулеза. И возникает вот следующий вопрос. Если раньше, ну еще 10-15 лет назад, в своем детстве, я помню, были, может быть, в соседних домах ребята, когда говорили, а вот его знакомый болеет туберкулезом. Сейчас, ну, по крайней мере, на слуху, таких проблем нет с нашими знакомыми. Да нет, на самом деле вы, наверное, не правы, потому что туберкулез остается достаточно заметным и опасным, так скажем, во всяком случае, заболеванием. Он, во всяком случае, надо помнить, что он входит в перечень так называемых социально значимых заболеваний, наряду такими, как ВИЧ, как гепатит С и так далее. По одной простой причине, что туберкулезом-то заболевает и болеет очень много людей на земном шаре. Приведу пример, да, мы очень боялись ковида, который, слава богу, нас уже, можно сказать, покинул в той форме, в которой был. Но за все время, что мы страдали от этого заболевания, по разным данным, умерло чуть больше двух миллионов человек. Так вот, от туберкулеза, это статистика Всемирной Организации Здравоохранения, как раз в год умирает не менее полутора миллионов человек. А дайте я попробую, ну, так сказать, угадать. А это происходит благодаря тому, что в странах, в некоторых третьего мира, не прививаются. В том числе вообще туберкулез считается заболеванием действительно стран с низкоэкономическим развитием и низким социальным уровнем проживания людей. И это уже замечено, это так на самом деле и есть. На самом деле заболевание, это никогда не что-то новое, оно известно очень давно. Ученые как-то однажды выяснили, исследуя какие-то останки костей древних людей, видимо, из животных, что уже минимум 70 тысяч лет назад туберкулез уже существовал. Туберкулезом болеют, надо сказать, не только люди, болеют и теплокровные животные. Опасен он также для человека, это туберкулез крупного рогатого скота, потому что как заболеть можно туберкулезом? Чаще всего, конечно, туберкулезом заболевает от больного человека к здоровому. То есть... Это воздушно-капельно? Воздушно-капельно, да. Палочка Коха, так называемая, это микобактерии туберкулеза. Почему 24? Просто 24 марта 1882 года немецкий ученый по фамилии Кох открыл вот эту палочку Коха, он увидел ее в микроскоп и связал с этим заболеванием. Именно стало понятно, за это он, кстати, получил Нобелевскую премию. До этого заболевание там по-разному называлось и считалось. У нас золотуха, белая смерть, чахотка, самый, наверное, распространенный, который мы с вами знаем. Чахотка, да, в литературе. Знаем почему? Потому что открытая форма туберкулеза поражает. В основном легкие, когда она уже в открытой форме легкие поражены, откашливаются вместе с кровью, да, сосудики там мелкие лопают. Но это не значит, что туберкулез, в общем, он поражает только легкие. Вообще, туберкулез может поражать любые ткани. Очень известен туберкулез почек, печени и так далее. Поэтому очень такое заболевание нехорошее. Заболеть, я уже сказал, уже в основном это воздушно-капельно. Причем считается, что человек больной открытой легочной формой туберкулеза. То есть, во время даже разговора, кашля, чихания и так далее, вот на слюне, которая изо рта у него выделяется, эти палочки попадают в окружающую среду, в нас может за год, так скажем, при контакте заразить там до 150 человек. Но, правда, есть такая тоже статистика, что из 100 человек проконтактирующих, но тоже очень большой, треть фактически заболевает. То есть, все-таки 60% справятся. 60% справятся. Да, справляются. Из этой трети примерно еще 10%, 100% заболеют, а остальные, прошу прощения, будут переносить туберкулез в так называемую латентность тертой формы. То есть, палочка Коха будет находиться внутри организма, но организм сможет ее, так скажем, ну, запереть, можно сказать. Купировать. И не дать ей развиться в туберкулез до определенного момента. Профилактика тут одна, да, это как бы, это правила личной гигиены. Это, мы напомним опять нашему любимому калужанам, раз в год. Ну, не зря для вас государство это придумало. Надо проходить что? Диспансеризацию. И что вам там делают? Флюорография. Вот это самый простой и самый лучший метод определения. То есть, не надо СКТ, вот эти катетов. А зачем флюорография? Дальше, если будут подозрения и будут показания, вам назначат и СКТ, и МРТ, и все что угодно. Но флюорография замечательно показывает. Значимость этого заболевания, социальная особенно, говорит еще о том, что самая первая прививка в нашей жизни, которую мы получаем фактически на первые сутки, это БЦЖ. Друзья мои, прививка от туберкулеза, вот первая. Прививка от туберкулеза существует. Она входит в национальный календарь прививок всех стран абсолютно, потому что это самая лучшая специфическая профилактика от туберкулеза. Она делается на первый день, практически первые сутки жизни человека, и это спасает его от туберкулеза. Почему, если мы всемирно признаем эту опасность, если в каждой стране существует календарь прививок с первого дня новорожденного, практически, как вы говорите, мы до сих пор не победили туберкулеза? Не можем мы пока до сих пор победить туберкулез. Здесь наша и косность, и нежелание вовремя пройти обследование, это очень значимую роль играет, поэтому я всех призываю, ну раз в год нужно сделать фурографию, ну сходите в поликлинику, пройдите диспансеризацию. Дальше еще очень много стран, в которых просто как бы настолько социальное и экономическое развитие их низкое, что они просто этим не могут охватиться. Поэтому Всемирная организация здравоохранения в этом году, я бы сказал, в очередной раз собирает такую глобальную ассамблею, чтобы принять какие-то решения, чтобы помочь тем странам, которые пока не могут справиться. Надо сказать, что в основном все-таки, в основном все-таки, как бы, у нас принята вот эта фраза страны третьего мира или как-то, но в основном сейчас массовое забывание туберкулезом все-таки это страна Африки. Надо сказать, из Африки он и пришел, вот впервые это уже доказано, что именно оттуда из жарких, из африканских стран он пришел уже в Европу, там он... Но благоприятная среда. Да, совершенно верно. В странах с развитой экономикой, к которым мы, я надеюсь, относимся, это не так заметно, хотя надо отметить, что небольшая тенденция, пока роста значительно нет, но тенденции к росту прослеживаются даже у нас. Вот какая ситуация, если при современном медицине, в современном мире приговор туберкулеза или нет, то есть его сейчас как-то можно остановить? Услышал вас вопрос, значит, до 42-го года прошлого века, да, фактически это приговор, потому что лечения не было, да, рекомендовали, помните, людям ездить на море, якобы морской воздух, помогает, нет. Ну, конечно, раз это бактерия, то, конечно, морской воздух ее никак не убьет, не вылечит. Но с изобретением, если так можно сказать, в 1942 году с рептомицина, этот антибиотик, который действовал на палочку Коха, конечно, это перестало быть таким приговором. И есть сейчас препараты, которые помогают бороться с этой болезнью. Это плюс. Минус в том, что в последнее время стали появляться, опять же, доказано, что они пришли к нам из стран Африки, форма туберкулеза резистентная к современному. То есть они уже мутировали. Резистентная, что что, ну, они привыкли к ним, и эти антибиотики на них практически никак не действуют. Но туберкулез, выявленный вот как раз на ранних стадиях, на ранних стадиях, или даже есть такое понятие туберкулезоносительство, вот это то, что я вам сказал, что палочка есть, но организм не дает ей, пока запер ее, не дает ей развиваться. А вот в этом случае шансы вылечиться очень высокие. У нас есть, когда нам врач ставит МАНТУ, то есть определяет маркер, так называемый, да? Смотрит, существует болезнь в организме или существует? Совершенно верно. Вот прям в двух словах. В двух словах реакция МАНТУ, это кожная реакция, она определяет, есть ли у вас в крови антитилак, палочки коха. Это такой аллергический, можно сказать. Если краснеет, это хорошо. Если она определенного размера появляется, то значит, вы уже сталкивались с этим, и у вас как минимум, раз антитилак к палочке коха, к туберкулезу, проще скажем, есть, значит, есть шанс, что вы, так называемый, инфицированы, то есть вы сталкивались уже с этой инфекцией, но при этом заболевания может еще не быть. А если вообще не реагировать на этот? Это может быть и ложный, это не очень хорошо, это значит, может, значит только одно, что ваша организм, иммунная система, да, не отреагирована. Ну что ж, друзья мои, про Всемирный день борьбы с туберкулезом мы сегодня говорили, о самом, на таком опасном, одном из самых опасных заболеваний человечества. Ну а далее мы продолжаем программу «Утро первых». Передаю слово моей коллеге Елене Копейкино. Собирайтесь, она заедет. Весеннее солнце совсем не дает думать о работе, поэтому составляем расписание на выходные и собирайтесь, я заеду. Его называют Паганини русской балалайки. Он желанный гость на самых престижных концертных площадках мира. Ему аплодировали президенты и королевские особы. Его выступления принимаются зрителями с восторгом, где бы он ни играл. Алексей Архиповский, виртуоз-балалайшник, приглашает калужан и гостей города на сольный концерт. Без всякой скромности он лучший в мире балалайшник, что подтверждает Российская книга рекордов. Как-то Алексей в интервью признался, что относится к балалайке не как к русскому народному инструменту, а как к инструменту, на котором можно делать все, что угодно. Его исполнение – это что-то иное, совершенно другой стиль игры. Он применяет свои оригинальные приемы излечения звука с революционным новшеством. Хотя сам Архиповский говорит, что в его игре нет ничего особенного. Это просто старая школа исполнения. Вот только повторить ее больше никто не может. Услышать, как балалайка просто волшебным образом в руках виртуоза превращается в нечто совершенное, можно уже 23 марта на сцене Арены КТЗ. А концерты этого артиста всегда праздник для поклонников русского романса. Певец по праву считается королем романса и серебряным голосом России. Олег Погодин снова с большим концертом в Калуге. В репертуаре певца более 500 произведений разных жанров – от русского романса до классической вокальной лирики. Артист – единственный, кто исполняет романсы, созданный в нашей стране на протяжении почти полутора столетий. А еще именно Погодину удалось вывести русский классический романс на большие концертные площадки. Услышать лучший романс отечественной классики можно уже 23 марта на сцене Калужской филармонии. Все мы, все мы в этом мире тлены, тихо льется с кленов листьев медь. Будь же ты вовек благословенна, что пришло процвесть и умереть. Снова вместе! Вот по таким девизам выступят звезды фигурного катания первой величины в Калуге на ледовой арене Дворца спорта. Организаторы уверяют, что лед будет горячим. В программе участвуют Алексей Ягудин, Татьяна Татьмянина, Максим Маринин. Всех сразу не перечислишь. А также участники телевизионного проекта «Ледниковый период-2022» – Иван Колесников, Алла Михеева, Иван Скобрев. Федор Федотов и многие другие. Вы увидите лучшие номера, которые получили наивысшие оценки у зрителей и профессионального жюри. Вас ждут оригинальные художественные решения и, конечно же, яркие эмоции от встречи со звездами. Встречаемся 25 марта на ледовой арене Дворца спорта «Центральный». Эти прекрасные дивы растопят ваши сердца с первых аккордов. Невероятно музыкальная, я бы даже сказала, легендарная арт-группа «Сопрано» выступит в нашем городе. Сегодня они считаются женским лицом России. Девушки обладают редкими голосами с абсолютным слухом. Диапазон участниц группы – от высокого «Сопрано» до низкого «Мецца». Невероятно широкий и репертуар коллектива. Девушкам не составляет никакого труда исполнить классическую оперную арию или мировой хит в оригинальной обработке. Женская красота, интеллект и умение создавать на сцене свою музыкальную вселенную – вот что отличает группу «Сопрано» от всех других. Вас ждет множество премьер и новинок, ослепительные образы, живое общение и невероятная позитивная энергия. И все это уже 26 марта на сцене Калужской филармонии в 19 часов. Купите бублики, горячие бублики, купите бублики, да поскорей. За эти бублики платите рублики, что для республики всего не лей. Ну а для любителей тяжелого рока добро пожаловать на концерт группы «Легион». Уже более 40 лет группа гордо несет знамя отечественного металла. Песни этих ребят знают наизусть фанаты во всех уголках России. Музыканты впервые выступят в Калуге. Они представят уникальную концертную программу – ретроспектива хиты четырех десятилетий. Поклонников ждет невероятное музыкальное путешествие из 80-х и до сегодняшнего дня. Провожаем воскресенье громко на сцене «Бара-мажор». Планируем выходные уже сегодня. Город ждет вас. Собирайтесь, я заеду. Отличная новость у меня для вас. Солнце, собственно, за окном и солнце в нашей студии. Заслуженный метеоролог Российской Федерации Татьяна Владимировна Инкина у нас в гостях. Татьяна Владимировна, доброе утро. Доброе утро, спасибо. Татьяна Владимировна, ну, у нас всегда с вами только отличные новости, только прекрасная беседа, которая нам очень сильно нравится. Когда вы приходите, значит, приходит весна. Вот все, март, собственно, перевалил за середину, в воздухе пахнет весной, снег тает на глазах. Надолго ли такая тенденция? Дмитрий, вы все практически рассказали уже. Вообще, март – это зимний месяц. И вот первую половину марта он выдерживал такой зимний характер. Правда, лихорадочная весна пыталась его сдвинуть с места. Погода, я также подбирала такой, истерила, потому что в один день была смена нескольких, характер погоды менялся несколько раз. Кто-то за подснежниками пошел в лес. Кто-то за подснежниками пошел в лес. И вот после 15-го, то есть в середине марта, действительно установилась более теплая погода, температура воздуха, перешла уже к положительным значениям. Среднесуточная, несколько дней она держалась такая. То есть как бы наступила уже метеорологическая весна. 21-го наступила астрономическая весна. Так что солнце в силе, и оно, конечно, радует нас. Ну, действительно, когда мы на работу собираемся, мы видим, что уже в 6-го, в полседьмого достаточно светло. Ну, 21-го день уже равнялся ночи, и с каждым днем солнышко будет подниматься выше, и будет свою работу выполнять на 5 с плюсом. Как всегда, все это просто не бывает, то есть теплые деньки, а потом оп, и неделька нам опять морозов, снегопадов и все, что с этим связано. Такое в этом году намечается? Возможно, потому что главное свойство погоды, мы уже с вами, как отча нашего, должны были выучить, Главное свойство погоды – это ее изменчивость. И буквально вот тут сейчас на днях характер погоды все-таки будет меняться. Сейчас погоду удерживал антициклон, который обеспечил вот это ясное небо. Сухая погода стояла долгое время, асфальт подсох, и мы уже свободно можем передвигаться по городу. Но сейчас, в ближайшие дни, ожидается набег атлантических циклонов. Первый из них сейчас виден над Санкт-Петербургом, а нашу территорию задевают периферийные участки фронта. Так что к вечеру может облачность уже... То есть вы про сегодняшний день говорите, да? Я про сегодняшний день. Но пока облачность и дождь небольшой. А завтра уже более пасмурная погода. С 23 по 29 ожидается теплая погода с превышением средней температуры. На значительную величину до 5-6 градусов, ночью положительные температуры, даже 3-5, наверное, вот так. А днем переваливать через двузначное число 10-13. То есть пасмурно, но тепло и с дождичком, разной интенсивности. А 29-30, вот накануне смешного дня, произойдет похолодание. Так, такой сюжет предъявляет прогноз Росгидромета. Я вот чем становлюсь, тем мне как-то все тяжелее переносить зиму. А эта зима, она была особенно хмурой. То есть вот солнце, ну я не знаю, там по пальцам пересчитать можно было. Она депрессивной была. Да, жуткой была. Очень депрессивной. Не было каких-то вот таких периодов хорошей погоды. Ну типа мороз и солнце, день чудесный. Вот такого редко было. Я зимнюю одежду надевала раза три, чтобы согреться. Компенсирует ли весна и лето нам вот? Ну-ну-ну, такого правила нет. Правила вот компенсации в атмосфере нет. Ну мы с вами когда-то обсуждали, что вот вроде бы существует такое примета. Если зима холодная, то лето жаркое. Да. Ну тогда цикл этот никогда не остановится. И так далее, и так далее будет. Нет, у зимы своя история, у лета своя история. Вот буквально позавчера я слушала прогноз на ягодционный период, который уже озвучил научный руководитель Росгидромета Вильфанд. Ну он такой скромненький и такой скучненький. Я его могу озвучить. Все месяцы, начиная с апреля и туда дальше до сентября, все ожидаются около нормы. Нормы по температуре и осадков. А сентябрь, ну это уж который год, сентябрь нам показывают теплым. Вот единственный за весь этот период, сентябрь ожидается теплым. И в прошлом году он ожидался теплым. Но три года уже нет бабьего лета, и сентябрь холодный. Ну как сказать, по тенденции последних двух-трех лет я заметил, что весна все-таки была, у нас прям весна. Ну по крайней мере 21-20-й очень хорошая весна была, я вот помню. Ну вы оптимист просто. В прошлом году холодный был май. Май холодный. Май холодный. Но вот май холодный, год хлеборобный. Вот единственная примета, которая действует. Собрали просто рекордный урожай. Все-таки на Калужане ждут от вас каких-то прогнозов. Вы конечно сейчас скажете, что нет, профессиональные метеорологи так не могут прогнозировать. Но все-таки вот апрель какой будет? Мы ждем апреля, да, это вот прям весенний месяц, самый настоящий. Это первый месяц, который относится к прогнозу вегетационного периода. Так, я внимательно слушаю. Я уже вам сказала, что температура воздуха и осадки ожидаются близкими к климатической норме. А какая климатическая норма в Калуге? А какая климатическая норма? Кстати, апрель самый сухой месяц в году. 33 миллиметра осадка выпадает. Например, если май, дальше уходить, посмотреть сколько, там 59, по-моему, или 57, или 59, намного больше. Если температура в марте средняя минус 1,6, то в апреле уже 6,5 градуса. Но опять-таки, это вот все такая приглаженная климатическая статистика. 1 апреля, так, 52-го года температура воздуха в Калуге была минус 22 градуса. Ну, такого нам не надо. Ну, страшно, но не очень. А 29-го в 2012 году температура воздуха была плюс 29. А вот это вот то, что нужно. Друзья мои, Татьяна Владимировна Инкина, заслуженный метеоролог Российской Федерации, только что рассказывала о том, какие солнечные дни нас ожидают. Собственно, главное, чтобы солнце было внутри. И тогда на небе, собственно, с помощью мы, общих психических процессов, сможем установить яркую погоду. Ну что ж, мы продолжаем. Это «Утро первых». Далее в программе «Утро первых». Где обедал воробей? Ученые установили, что родина воробьев – Юго-Восточная Азия. О неприметной, но важной птичке узнаем у Людмилы Ждановой. В натуре. Авиаполк «Нормандия-Неман». 80 лет дружбе с французскими летчиками отметим с утренними гостями. Защищайтесь! Честно говоря, у нас еще ни один ребенок не догадался до того, чтобы втыкать ворозье. Мальчик Коля, 34 года. О красоте и благородстве фехтования на шпагах узнаем в рубрике «Молодой папа». Так, друзья мои, мы поздравляем всех метеорологов с их профессиональным праздником. И, собственно, в честь вашего праздника мы даем сейчас прагноз погоды. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дезинфекция любых помещений от насекомых. Диротизация от грызунов. Наши дезинфекторы прошли обучение в Санкт-Петербурге. Точка ДЭС. Без вредителей и точка. Телефон 277-297. Если по телефону неизвестные сообщают о том, что ваш родственник попал в беду, о несуществующей болезни, о положенной пенсии или надбавке к пенсии, о снятии денег с вашего счета или карты, за эти 14 лет, которые здесь настоятель, в селе практически уже всех знаем. Кто-то пытается в жизни поступать по-другому. Кто-то по заповедям, кто-то по совести. Но заповеди они для совести-то и написаны. Здесь вот вам покажу мощи. Спиридона Тремефонского чудотворца, праведной Анны, мощи счаститься. Семь лет преподавал в киевских духовных школах. Как никогда требуется прежде всего от нас такая соборная совместная молитва, и в том числе иконе Пресвятой Богородицы умягчения злых сердец. Хочется, чтобы было побольше прихожан, чтобы люди шли к Богу. Друзья мои, сегодня утро первых, это практически парижское утро. Дело в том, что вчера в Калуге отметили 80-летнюю годовщину со дня прибытия французских летчиков эскадрильи Нормандия-Неман на Калужскую землю. И в рамках этого восхитительного события региональная общественная организация «Мост Дружба» подвела итоги международного конкурса переводов «Невластно над дружбой времени». И у меня в гостях призер этого конкурса, студентка Института лингвистики и мировых языков КГУ имени Циолковского Алена Володина. Алена, доброе утро. Доброе утро. Во-первых, поздравляю вас. Спасибо. Насколько значим для вас тот приз, который вы получили? Стоит сказать о том, что в целом в первый раз работала в таком направлении, как авторское стихотворение на французском языке. Это был первый опыт, опыт очень волнительный. И поскольку тема всего этого конкурса мероприятия действительно не может не трогать за душу, не может не волновать, поэтому, конечно, вложила в это стихотворение всю душу, постаралась, по крайней мере. И мне кажется, что у членов жюри получилось понять все то, что я хотела передать через это стихотворение. На секундочку. Поскольку это был конкурс переводов, собственно, и сами члены жюри были французы, ну, то есть прям носители языка, да? Да, в том числе. Такой именитой жюри. Давай теперь подробнее про конкурс поговорим, потому что вы сказали, я вот перевела на французском языке, смогла составить стихотворение. Во-первых, какие номинации были и какая номинация ваша? В целом весь конкурс посвящен годовщине, 80 лет со дня прибытия французских летчиков на прифронтовой аэродром на Калужской земле, полотняного завода. И, соответственно, здесь, на Калужской земле, начался боевой путь в дальнейшем уже легендарного авиаполка «Нормандия-Неман». Мы в течение месяца, участники все с разных уголков России, из Республики Беларусь, готовили свои переводы в течение месяцев, либо же участвовали в номинации авторское стихотворение на французском или русском языках. Также была возможность представить свои работы в номинации перевод с русского языка на французский, проза, например, либо обратно с французского языка на русский, либо же поэзии, тоже того-либо иного языка. Вот у меня сразу возникает вопрос, я уверен, что наши зрители тоже. Это было как в качестве экзамена, то есть вы приходите в аудиторию, и вам дают задание, и вы с ним справляетесь? Или вы заранее готовились к этому конкурсу? Нет, это не было в таком формате экзамена. Это была дистанционная подготовка, конечно, заочная. Нам отправляли задания, причем была возможность отправить заявку для участия в некоторых номинациях и впоследствии уже выбрать ту номинацию, которая больше подходит по душе, задание которой ближе. И уже в течение месяца, получается, все участники готовили свои переводы, готовили свои работы, детально уделяли этому время. И вот как раз теперь мы подходим к вашей номинации. Насколько я понимаю, она немножко отличается даже по уровню самой работы, то есть что это за номинации, чем удалось выделиться? Мне кажется, что все номинации, которые были представлены в этом конкурсе, безумно интересны. И я лично пробовала подаваться именно в нескольких номинациях, подавать свои работы. И, конечно, для меня участие в данной номинации было новую, впервые. И было безумно волнительно попробовать себя в этом деле, поскольку, сказать честно, опыта создания стихотворений ни на русском языке, ни на французском у меня не было. И когда пробовала подавать, отправлять и стихотворения, и на русском, и на французском языке, было очень волнительно. То есть, поясняя нашим телезрителям, наша гостья, Анна Володина, Алена Володина, она на французском языке написала стихотворение. И при этом опыта, собственно, в самой поэзии у вас не было. Получается так, и сразу, и сразу в призовые места. Очень удивительно, но очень от этого тоже приятно. Конечно, здесь, мне кажется, очень важно также отметить то, что многими призерами и в других номинациях, и вот в моей номинации стали студенты нашей университеты Калужского государственного. И здесь просто, на мой взгляд, нельзя не отметить ту фундаментальную подготовку и то качественное образование, которое дает наш Институт лингвистики мировых языков. Здесь, на мой взгляд, это просто неотъемлемо. И это тоже гарант того, что получилось. Калужский государственный университет, лучший университет страны имени Солковского. В этом нет, ни в коем случае мы не сомневаемся. Но, вот смотрите, вы сказали, что вы составили стихотворение. Наши телезрители уже хотят услышать хотя бы несколько строк этого прекрасного культического произведения. Прочитаю на французском языке пару четверостейший. Хоть и художественного перевода на русском языке не готовила, но могу впоследствии уже... Да, потом мы поясним. Стихотворение называется Но прочитала первые два четверостища. И в целом стихотворение, это, конечно, непосредственно посвящено... Вот восхитительное произношение. Спасибо. Ну, вот я, конечно, плохо соображаю. Я изучал немецкий английский, но мне кажется, это было как песня. Если бы наши телезрители могли аплодировать, и вы бы слышали, я уверен, вы бы услышали шквал аплодисментов. О чем? Непосредственно посвящено теме мероприятия. В стихотворении попыталось отразить то, что действительно и нынешнее поколение помнит, чтит память о тех героях, которые внесли просто неоценимый вклад в победу, которая, все знают, стоила очень много. Русский народ, французский народ, все это отразило, попыталось отразить, по крайней мере, в своем стихотворении. Ну что ж, мы поздравляем еще раз вас с победой. Как здорово, что на всех языках вы поднимаете такую сложную и важную тему. Мы помним, мы гордимся. Далее, друзья, у нас блок в натуре. Передаю слово Людмиле Ждановой. Здравствуйте. Мы видим и слышим этих птиц ежедневно рядом с нашими домами. Они наши непосредственные соседи. Маленькие и неприметные воробьи так привычны для жителей городов и деревень, что на них мало кто обращает внимание. Оказывается, у этой малозаметной и привычной для нас птахи есть свой собственный день. Международный день воробья был впервые отмечен 20 марта 2010 года. И с тех пор праздник стал ежегодным. Его целью является повышение осведомленности об этой скромной, но важной птице. Ученые установили, что родина воробьев – Юго-Восточная Азия. В Европе, Азии и Африке насчитывается до 35 видов воробьев. На территории России насчитывают 7 видов. А у нас в Калужской области два – домовой и полевой. У домового воробья самцы и самки окрашены по-разному. Самцы – яркие щеголи с коричнево-серой головой и с белыми щечками. А вот самочки – совершенно тусклые, без ярких тонов в оперении. В отличие от домового, у полевого воробья шапочка на голове полностью коричневая. Еще один отличительный признак – ярко-белые щеки с черными пятнами. Самки и самцы полевого воробья внешне ничем друг от друга не отличаются. Интересно, откуда такое имя – воробей? Одна из народных легенд гласит, что когда крестьяне устраивали облавы на поедавших посевы воробьев, они при этом кричали «воробей!». Есть и другая версия, согласно которой воробей происходит от славянского «горобец», что означает «ребой». Автор всем известного стихотворения «Где обедал воробей» правильно подметил всеядность воробьев. Рацион зачастую зависит от времени года. Осенью они действительно на перегонки с фермерами собирают урожай. На дачах клюют поспевшие плоды. Зимой едят все, что смогут добыть у людей. Но было бы большой ошибкой считать воробьев лишь мелкими разбойниками, живущими за счет других. Летом грабители превращаются в охотников. Сложно сказать, сколько жуков и гусениц погибает в их клювах. А вот в Китае, видимо, не знали о том, как полезен воробей. В Китае при Мао Цзэдуне против воробьев велась беспощадная война. 12 февраля 1958 года великий кормчий подписал указ об уничтожении всех крыс, мух, комаров и воробьев. Последние объявлялись вредными птицами, поскольку съедали крестьянское зерно. Но неудивительно, что с воробьями китайцы боролись с особым энтузиазмом. К делу привлекли почти все население страны, включая школьников. Результаты не заставили себя долго ждать. Уже через год почти все воробьи были уничтожены, а количество зерна увеличилось. Однако вскоре произошло нашествие различных вредителей, и урожай был съеден насекомыми. В Китае разразился голод, унесший миллионы жизней. Поднебесная вынуждена была закупать живых воробьев в нашей стране и Канаде. К сожалению, в России совсем еще недавно массовый вид вдруг начал резко терять численности. Ученые до сих пор не могут выявить причины. Все сводится к предположениям. Чтобы более глубоко изучить подобные процессы, нужны данные с регулярного массового мониторинга численности популяции этих птиц. Для этого и проводится всероссийская акция «Воробьи на кустах». Почему именно такое название? Вне периода гнездования воробьи чаще всего отмечаются в зимовальных воробьиных кустах. Это всевозможные заросли декоративных и плодово-ягодных кустарников. Благодаря тому, что они густые и плотные, птицы при малейшей опасности могут в них прятаться. Из года в год птицы обживают одни и те же кусты. Часто стайки в таком кусте могут насчитывать несколько десятков и даже сотен особей. И если воробьиный куст по каким-либо причинам пропадает, то исчезают и птицы. Как же принять участие во всероссийской воробьиной переписи? С 20 по 26 марта пройдитесь по окрестностям возле своего дома или школы и посчитайте воробьев. Домовых и полевых воробьев следует считать отдельно. Для переписи воробьев подойдет как учет отдельных особей на кормежке, так и поиск воробьиного куста. Для каждого куста важно зафиксировать адрес или координаты. И на этом сайте заполнить отдельную анкету. Это еще далеко не все, чем удивляют воробьи. Поверьте, а лучше проверьте. Природа гораздо интереснее, чем вам кажется. Вот чувствую, я где-то этот сюжет уже видел. Я имею в виду все, что происходит у нас в программе «Утро первых». Это как у Александра Дюма, понимаете. Один из наших мушкетеров, гениальный Николай Фомуш, он решил подтянуть навыки владения шпагой. Пригласил тренера высшей категории. И что из этого получилось, увидим прямо сейчас. Рубрика «Молодой папа». Приветствую всех зрителей «Утро первых». В эфире вновь рубрика «Молодой папа». И мы собираем советы для молодых родителей. Сегодня поговорим про фехтование. Чем полезен, а чем может быть вреден этот вид спорта для детей? Узнаем у тренера по фехтованию на шпагах высшей категории Анны Чагадаевой. Анна, доброе утро. Здравствуйте. У меня первый вопрос. Все-таки в моей картине мира фехтование – это не такой очевидный вид спорта для ребенка. И с какой мотивацией и кто к вам приходит быть при детей? К нам приходят совершенно разные детки разных возрастов, разной комплекции. В последнее время они смотрят соревнования по фехтованию, потому что транслируют достаточно много. И относительно недавно вышел замечательный фильм «На острие», который тоже стал таким мотиватором. И вот приходят научиться фехтовать, вообще посмотреть, что это такое, потому что так экзотически звучит фехтование. Необычно. Вначале так всплывает какое-то рыцарство, потом вроде три мушкетера, потом появляется как олимпийский вид спорта. Потому что мы видим, мы, насколько я понимаю, российские спортсмены, но они высоко котируются. Они у нас одни из сильнейших в мире, да. Вы сказали, что приходят дети разного возраста, разной комплекции. А что касается пола, вот сочетание мальчиков-девочек, какое? Примерно одинаково. Да, то есть это не мужской вид спорта, как примерно можно сказать, наверное, в большей степени про какие-то единоборства. Но я могу сказать, знаете, про единоборство. Девочки в фехтовании это очень женственно, изящно, потому что это белые костюмы красивые, обтягивающие. Очень женственно смотрятся, несмотря на то, что в руках такое оружие. А вот сейчас идет такое омоложение вообще спорта, да, то есть открывают гимнастику, там, с трех лет плавания, с трех лет фигурное катание. Что касается фехтования, с какого возраста актуально доверять ребенку, вот, хоть такое, как бы, не острое, но все же оружие? В фехтовании тоже идет омоложение. Я знаю, что есть секции, где набирать детей даже с пяти лет. Наша спортивная школа набирает детей от восьми лет. Но, на мой взгляд, именно к самому фехтованию, как к виду спорта, где нужно обманывать соперника, где нужно хитрить, просчитывать какие-то ходы, ребенок созревает годам к одиннадцати-двенадцати. То есть все-таки уже понимаете такой вот порядок действий, несколько ходов, да, чтобы умел выстраивать, а не просто размахивать. Да, совершенно верно. До этого, когда дети приходят, мы занимаемся с ними общей физической подготовкой. У нас очень много различных подвижных игр, различных таких новых методик. Мы тренируем равновесие, мы занимаемся жонглированием. И в процессе мы изучаем фехтовальную стойку, мы изучаем, как правильно держать оружие. То есть это занятие проходит в основном в игровой форме. Да, детишки устают, но им все равно интересно. И там через несколько месяцев они еще не фехтуют, но тем не менее они сохраняют интерес, они приходят, стараются. Когда вы уже дадите мне шпагу? Когда уже мне можно, так сказать, Васю кальнуть? Да, да, да. Мы как раз стараемся мотивировать, не то, что там пришел, дали в руки шпагу и на фехтуруй. И дальше крутить, как хочешь. Делай, что хочешь, да. Одним концом держать, другим колоть. А тут мотивация именно в том, чтобы заработать именно вот это вот право пофехтовать. Вот вы знаете, я сейчас, когда взял в руки шпагу, я, во-первых, открыл для себя сразу две вещи. Первое, что у нас разные ручки, сейчас покажу на камеру, вот здесь такая, похожая на пистолет. И вторая, ну, как, собственно, я ее представлял, на мой взгляд, обычная ручка, хотя она тоже какой-то, так сказать, по-моему, анатомической формы. На конце шпаги кнопочка, что у меня тоже, ну, в принципе, я этого ожидал, потому что нужно фиксировать удары. Здесь есть какой-то провод, и что интересно, у нас есть шнур, я хотел его убрать за наш стол, но мне сказать, что нет, так и должно быть. Расскажите подробнее про инвентарь. Да, совершенно верно. Рукоятки разные. Начинают дети знакомство со шпагой именно с такой французской рукоятки. Они учатся правильно держать оружие, они учатся управлять пальцами, потому что шпага – это все-таки не палка, которую взял, и можно размахивать. Я всегда привожу пример с иголочкой, объясняю детям, что представь, что ты держишь иголку. Ну, тогда я возьму, правда? Да, конечно. Так, вы мне уже закажем сказать, что нужно проводом вверх. Проводом вверх, да, большой указательный палец, да, мы ими управляем, а остальными придерживаем. Ну, я вначале ее взял как саблю, да, а это неправильно. Да. Вот. Хотел бы сказать, что я профессиональный саблист, но нет, просто как взял, так взял. Ну, почти профессиональный шпажист. Почти, да, вот это ключевое слово. Так, а что касается провода? Что касается провода? Уже хочу сказать, плюс в том, что ребенок не воткнет в розетку, здесь три зубца. Это плюс. Все-таки это безопасный вид спорта. Вы знаете, честно говоря, у нас еще ни один ребенок не догадался до того, чтобы втокать в розетку. Мальчик более 34 года. Да. Как вы правильно заметили, на конце клинка кнопочка, внутри вот этого стаканчика находится контакт, от которого проходят два провода. И эти провода на шпаге заканчиваются, да, вот можно в камеру, наверное, показать. Вот таким тройником сюда вставляется первая часть шнура, а вторая часть шнура вставляется в систему. И когда мы замыкаем эту кнопку, ток идет, сигнал идет по проводам в систему, и практически моментально загорается фонарь. И в зависимости от того, кто нанес, с какой стороны, это будет либо красный фонарь, либо зеленый. Фиксируется укол. Вот эта вот ручка в форме пистолета, мне кажется, удобнее. Это наоборот для детей или это для профессионалов? Это уже профессиональная ручка. Дети учатся фехтовать рукояткой, причем некоторым так нравится фехтовать на рукоятке, что они, если изначально держали за гарду, они потом держат за конец оружия. Тут свои преимущества, тут дает длину руки. Да, по длине, по крайней мере. Если еще антропометрия, то есть длина руки, то фактически можно попроще. Да, если очень скоростной ребенок, с хорошей реакцией, то там тоже есть свои нюансы. В основном после рукоятки дети начинают фехтовать на пистолетах. И у нас есть маска, она вот на вид, она легче, чем кажется. На самом деле она тяжелая, достаточно надевать, но это не детская, я так понимаю, что это, видимо, ваша, да? Это уже профессиональная маска, да. Детская, она немножечко полегче, но, тем не менее, она тоже достаточно тяжелая и достаточно жесткая сетка у нее. Потому что, к сожалению, фехтование такой вид спорта, где правила безопасности в буквальном смысле были написаны кровью. И после несчастного случая одного требования к экипировке полностью пересмотрелись. И вот маски так все были. Это был 1981 год, да? Да, совершенно верно. И с тех пор не было, да, вот таких случаев летальных? Таких летальных уже не было. Но, к сожалению, ценой своей жизни советский спортсмен Владимир Смирнов на чемпионате мира заставил, скажем так, техническую комиссию Федерации фехтования международной пересмотреть требования. Вот, я вижу шпагу. Достаточно высокотехнологичное оборудование, более высокотехнологичное, тем я думал и ожидал. Маска, тоже здесь материалы хороший, шнур. Еще, я понимаю, есть экипировка. Сколько стоит примерно собрать ребенка и отдать его на фехтование? Если вы хотите полностью купить экипировку новую, приблизительно это будет около 20 тысяч. Но, скажу сразу, что экипировка не покупается сразу, целиком и полностью. Вначале самое главное, что должен иметь ребенок, это свою шпагу, шнур и перчатку. То есть это те вещи, которыми он будет пользоваться регулярно и за которые он будет сам нести ответственность. Это минимальный набор, получается? Это минимальный набор. Минимальный набор. Сколько стоит? Потому что понятно, что не каждый ребенок, который приходит к вам, станет фехтовальщиком. То есть это просто попробовать, отдать ребенку интерес, отдать интерес, посмотреть. Сколько стоит такое минимальное вхождение в этот вид спорта тогда? Будет стоить около от 5 до 7 тысяч, в зависимости от производителя. Но это вам, если вы будете соблюдать, если ребенок будет соблюдать технику, если будет колоть правильно, если будет ухаживать за своим оружием, это как минимум на 2-3 года. Ну, хорошо. И еще, знаете, вот я взял, опять же, шпагу в руки, и у меня сразу возникает ощущение, я сразу вижу, на мой взгляд, минус этого спорта, как, к примеру, я видел его в теннисе, которым я занимался. Это его, так, если можно выразиться, одноручность. То есть у нас есть левша-правша, постоянно уколы идут одной рукой, соответственно, идет напряжение здесь, и напряжение идет на ноги. А вот, я думаю, что это может и сколиозу привести, и к кисти. Как этот вопрос решается, и решается ли? Ну, действительно, фехтование такое однобойкий вид спорта, и у некоторых спортсменов можно даже увидеть, что рабочая часть выражена сильнее, мышцы гипертрофированы. Но, во-первых, изначально мы стараемся укрепить детей равномерно, мы стараемся давать нагрузку на обе стороны, и на правую, и на левую, да, чтобы изначально у ребенка была крепкая спина, изначально были крепкие ноги, чтобы потом не было перекосов. И плюс, да, там, в заминке, в дополнительных занятиях можно еще работать дополнительно с незанятой, с нерабочей стороной, чтобы как-то вот это все решать. А какие еще минусы и противопоказания у фехтования, ну, в данном случае, на шпагах? Вы знаете, вы меня прям, можно сказать, в расколы стали. Особых противопоказаний не вижу. Например, зрение. Потому что я помню, как мне в том же теннисе прилетало хорошо этим желтым ярким шариком, который оп-оп-оп, и все, и уже плачешь. А вы знаете, если вы возьмете маску и попробуете через нее посмотреть, она очень похожа на коррекционные очки. Знаете, такие есть очки для улучшения зрения. И я знаю случаи, что люди... Коррекционные очки, вот мы операция, да? Да, да, да. На самом деле, смотрите, когда вы фехтуете в маске, у вас постоянно фокус смещается. От наконечника до соперника. То есть постоянно идет гимнастика для глаз. То есть это, наоборот, даже может какие-то моменты помочь решить, да? Да, какие-то. По крайней мере, особенно сейчас, я так понимаю, что дети, да и как и взрослые, постоянно в телефонах, да, вот эта ближняя дистанция, да, не посмотрите, а здесь идет именно переключение. А здесь постоянно идет переключение, да. Что говорят, собственно, окулисты, ортальмологи. Да, что-то как раз ближе дальше. Да, я знаю случаи, когда приходили дети, занимались, и, ну, я не могу сказать, что они там полностью от очков избавлялись, но действительно окулист отмечал улучшения. Вот опять же, я так по каким-то фильмам, по каким-то своим ассоциациями вижу, что это рыцарский вид спорта, который, наверное, учит правильному отношению к оппоненту, да, вот к какому-то хладнокровию такому конструктивному. Чему еще способно научить фехтование, вот в таком понимании, какие ценности, может, вы даже прививаете? Как вы правильно заметили, помимо вот этих дисциплинарных моментов, у фехтования даже есть кодекс фехтовальщика, да, который начинается с таких слов, что помни, что ты представитель благородного вида спорта. Ну, так первое правило клуба фехтования, никому не говори о клубе фехтования. Нет, здесь наоборот. Кстати, вы сказали, что будет донабор, да, что будет донабор. Да, у нас идет сейчас наша школа донабор, принимаем детей с 8 лет, с 8 до 13, без медицинских противопоказаний, ну, бывают такие, да, там, когда четвертая группа здоровья, когда там какие-то были черепно-мозговые травмы, то есть когда врачи запрещают. Если у вас нет запретов, пожалуйста, ждем нашу спортивную школу. Сколько раз в неделю проходят занятия? У новичков занятия проходят 2-3 раза в неделю, а дети, которые переходят на тренировочный этап, уже тренируются 4-5 раз. Ну, там уже, да, уже понятно, это уже именно спорт, это уже единственный цель. Извините, я вас перебил по поводу правила фехтовальщика, кодекса фехтовальщиков. Да, есть кодекс фехтовальщика, который все-таки учит достойно вести себя, и также я хотела бы сказать, что фехтование не зря называют быстрыми шахматами. И, соответственно, фехтовальщик в поединке всегда старается просчитать на несколько ходов вперед, всегда старается проследить какие-то последствия от своих действий, предугадать, что будет делать соперник. И в жизни это тоже очень пригождается. А на что следует, по-моему, финальный будет вопрос, на что обратить внимание родителю, вот смотрим на ребенка, и понимаем, что вот ему, возможно, следует попробовать фехтование. Вот, может быть, наоборот, чтобы что-то нивелировать, какие-то моменты, да, или наоборот, мы смотрим, у нее такая хорошая антропометрия, очень длинная правая рука. Фехтование. Вот. Есть какие-то такие моменты, как вычислить гения? Нет, вот, как бы это ни странно звучало, но нет, фехтование – это универсальный вид спорта. Здесь прекрасно уживаются и высокие фехтовальщики с прекрасной антропометрией, и невысокие, но скоростные. Я в качестве примера могу привести нашу легенду фехтования бывшего министра спорта России Павла Анатольевича Колобкова, который для фехтовальщика, особенно для шпажиста, был, есть достаточно невысокий, у него рост метр семьдесят, насколько я помню. Но человек прекрасно владел шпагой, на дорожке какие-то вообще немыслимые вещи исполнял. Он, вот, чтобы не соврать, он точно пятикратный, по-моему, чемпион мира, олимпийский чемпион, серебряный призер Олимпиады, бронзовый призер, то есть один из величайших фехтовальщиков. А потом еще и в министра. А потом еще и в министра, да. И вот его невысокий рост отнюдь не мешал ему быть таким великолепным. Замечательно. Вы знаете, я сегодня действительно узнал для себя очень много нового. Спасибо вам за это. Спасибо. Я не сомневаюсь, что и вы узнали много всего нового, и так будет всегда, потому что это утро первых. Оставайтесь с нами. Мы сделали все, чтобы ваше пробуждение было ярким и интересным. Каким будет день, зависит исключительно от вас. Утро первых. До встречи завтра ровно в 7 часов. Субтитры сделал DimaTorzok